Добрый день. Меня зовут Юрий Занов. Сегодня мы поговорим о проблемах детского и семейного кино. У нас в гостях Татьяна Мирошник, писатель, сценарист и продюсер детских и семейных фильмов. Здравствуйте. Недавно вышел ваш фильм «Частная пионерская 2». Можно несколько слов об этом фильме? «Частная пионерская 2» — это приключения троих друзей, которые поехали в пионерский лагерь и в далекий 1979 год. «Частная пионерская 2» — это уже понятно продолжение первого фильма. Всего их будет три фильма, трилогия. «Частная пионерская 1» вышла два года назад, «Частная пионерская 2» вышла в этом году и «Частная пионерская 3», надеюсь, выйдет через два года. Ну ничего, подождем. Нам ведь спешить некуда, да? Вы замахнулись на «Частная пионерская 2». А какая-то была окупаемость у «Частная пионерская 1»? Вот, скажу честно, я этот фильм видел, но потому что вы мне его дали. А так вот зритель российский с ним знаком? «Частная пионерская 1» вышел в ограниченном прокате. То есть он был в кинотеатрах, но в небольшом количестве копий. То есть он был в ограниченном количестве кинотеатров. На самом деле с детским кино существуют две большие проблемы. Это производство и прокат. Производство детского кино – это вещь достаточно затратная. С детьми, вот еще в советское время я всегда считала самые дорогие фильмы. Это фильмы, в которых есть дети и животные, потому что их снимать намного сложнее, тяжелее. С детьми надо дольше работать, это не взрослые. Ну да. И поэтому производство детских фильмов требует профессионального подхода и специальной команды, потому что не каждый сценарист может написать детский сценарий, не каждый режиссер может снять хороший детский фильм. Я еще сегодня прийду на репетицию, посмотрю, что вы там наваяли в Станиславске. И финансово это стоит дороже, чем снять простой обычный фильм. Вот поэтому, конечно, здесь без помощи государству не обойтись. И сегодня, конечно, государство каждый год выделяет небольшие средства на производство детских фильмов. Во-первых, их мало, с одной стороны. Во-вторых, вторая проблема, что государство не контролирует, какая потом продукция выходит. То есть они выделили деньги на детское кино и потом не проверили, какие же эти фильмы вышли. Иногда это выходят фильмы не всегда детские, не всегда очень хорошие и далеко не всегда соответствуют тому, на что запрашивались эти средства. А не только в Эпендронис. В этом году в нашей огромной стране государство выделило всего деньги на 6 детских фильмов. В прошлом году на 4 фильма, в позапрошлом на 10 картин. И если посмотреть, вот два года назад из 10 фильмов, на которые выделило государство деньги, сегодня в прокат вышло всего 3 картины. Судьба остальных пока еще неизвестна. Нашему министерству культуры надо все-таки более тщательно подходить и к системе финансирования, и к системе контроля того, на что тратятся государственные деньги. Ребят, давайте еще раз, сразу закалывается, без поцелуя. И вторая проблема, это проблема проката. Если бы государство было заинтересовано в том, что детское кино надо прокатывать, да, и допустим, у прокатной компании знали, что в их обязанности есть, они должны прокатывать детское кино, не только западное, а наше отечественное. Вопрос в том, что западные американские фильмы и мультфильмы, они есть в прокате, а вот отечественное кино, которое бы говорило о наших детях, о нашей менталитете, его практически нет. Правильно, Жанна Борисовна? А я вам говорила. И для того, чтобы прокатывать детское кино, опять же, нужно его продвигать. Нужно сделать, чтобы о нем узнали дети, о нем узнали родители. Для кинопрокатывающих компаний прокатывать детское кино – это заведомый риск. Если у них на одних весах лежит детское, даже пусть хорошее, вот как наш частный пионерский фильм, хороший детский фильм, а на других весах диснеевский западный мультфильм, то, конечно, они возьмут, они не будут рисковать с детским отечественным фильмом, они будут прокатывать какой-то диснеевский мультфильм, потому что, во-первых, на него им дадут деньги на прокат, на рекламу, а во-вторых, это более ощутимо будет по финансовому выходу, который они будут. Детское кино заставляет детей переживать, проживать какие-то истории, оно учит их добру, любви, и поэтому только мерять здесь какими-то экономическими категориями нельзя. Ну что ж, раз вы так все решили, я пойду на пиццовет. Есть такое мнение, что зачем этим заниматься? У нас в советские годы снято очень много хороших детских фильмов, и вот я слышал даже мнение у одного известного политика, бывшего министра сельскохозяйства, что он своих детей воспитывает на советских фильмах. Давайте послушаем Виктора Александровича. Все мои внуки, маленькие, они уже все посмотрели «Бриллиантовую руку», посмотрели «Ирония судьбы с легким паром». Те фильмы, которые несут такую божественную теплоту и любовь изнутри, вот эти фильмы и надо детям, чтобы они на этом воспитывались и это впитывали. А то, что сегодня все эти, ну посмотрите, включаем, ну слава богу, хоть теперь сплошные, кстати, наручники, сплошные какие-то расследования, какие-то убийства с утра до вечера. Но единственный плюс, если в 90-е годы побеждали бандиты, еще при этом при всем, стреляли, убивали, и при этом побеждали бандиты реально. И я помню, когда я был политиком, да, я приходил в школу, и в 90-е годы, чтобы это реально было, я спрашивал мальчика, кем хочешь стать, ожидая, скажешь, космонавтом, ну как я, когда я был мальчиком, я говорил, Юрой Гагарином хочу быть, конкретно я говорил, да, а он мне говорит, бандитом, вот, а сейчас знаете кем? Спрашиваю мальчика недавно в школе, говорю, кем хочешь стать, он мне говорит, таможенником. Вот, например, «Бриллиантовая рука» – отличный фильм, как вы считаете, это фильм хороший? Хороший фильм. Но в том же фильме «Бриллиантовая рука» есть очень момент, который меня напрягает. Вот, внимание на экран, сейчас посмотрим, известный момент, где мальчик идет по воде в виде Иисуса Христа, видите, и герой Миронов, он, как бы немножко высмеивает, высмеивает то, что высмеивать я бы не стал. То есть советское кино было направлено на идеологию, на идеологию воинствующего атеизма. Поэтому, где была возможность вставить какую-то такую шпильку, иголку, вот, как бы, в вопросы веры, советский кинематограф пытался это сделать. Поэтому другой момент еще более кощунственный, я бы сказал, когда главный герой Миронов в такой суете, вот, он молится, внимание, иконе Казанской Божьей Матери, перед тем, как вот пойти на свое гнусное дело. Думаю, недопустимо такой момент. Фильм «Бриллиантовая рука»-то неплохой, но его лучше смотреть с родителями, и чтобы родители как-то пояснили этот момент, что этот сегодня у нас все по-другому. Ну, может, поэтому и нужны наши фильмы сегодняшние, которые пытаются в вопросах веры все-таки соблюдать, по крайней мере, нейтралитет. Уже мы начинаем, как бы, от такого воинствующего атеизма переходить к начальной стадии православия, начальной стадии веры, Бога. И вот в этом фильме «Частная пионерская-2» мне очень понравился момент, когда дети разукрасили статую Ленина, сделали из него такого, знаете, индейца. Вот вам за этот момент, как вы считаете, это, ну, как вы его прокомментируете, он такой случайно родился, или вы специально шли к этому моменту? По жанру это фильм-приключения, фильм-комедия, а жанр предполагает какие-то необыкновенные приключения, какие-то необыкновенные события. И в лагере, понятно, что всем детям свойственно что-то придумывать, изобретать, проказничать. И вот они так напроказничали, они решили обрядить Ленина, для них он не является никаким идолом, они дети, которым интересно было поэкспериментировать. И вот тут их эксперимент вылился в то, что они превратили Ленина в индейца. Татьяна, спасибо огромное за эту встречу. Сегодня мы говорили о проблемах детского и семейного кино с Татьяной Мирошник писателем, продюсером детских фильмов. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok